До нашего творческого, необыкновенного коллектива САД, руководит которым Валентина Псел. За дружество артистов дома. Это удивительный коллектив, самобытный, творческий и, конечно, отвлекающийся на все наши гостиные. Я приглашаю вас на сцену. Что они сегодня, за которыми меня не возлюбили, потому что, как говорится, они с корабля на бабу. Я люблю вас, но вы меня не любите. Не любите быть нелюбимой и несчастной. Как это интересно. Ведь в том, когда один любит больше, а другой совсем равнодушен, есть что-то в этом такое красивое, трогательное, поэтическое. Вот Онегин интересен всем, что он совсем не любит. А Татьяна? Татьяна очаровательна. Ну, потому что она очень любит. И если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то показались бы скучными. И, кстати, кстати, уверяет меня, что вы меня любите. Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованный, серьезный, у вас громадный талант. И, может, вас ожидает блестящее будущее. А я... А я неинтересная, ничтожная девушка. И вы сами отлично знаете, что в вашей жизни я буду только пометой. Правда, вы увлеклись мною. И вы даже думали, что встретили вам не ваш идеал, но это была ошибка. И теперь вы уже спрашиваете себя в отчаянии, зачем, зачем я встретила эту девушку. И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом. Она не стала жалко себе, и она заплакала. Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны. Полюбили бы друг друга. Ах, если бы я, если бы я умерла. Ах, боже мой, как интересный. Как интересный. Как обаятельный. Ах, обаятельный. Мужчины. Какой смешной пудель. Какой смешной пудель. Я вспомнила, как Руси вчера после чаю шалил с пуделем Максимом. А потом рассказал мне еще про одного очень умного пуделя, который погнался во дворе за вороном. А тот оглянулся на него и сказал, ах ты, мошенник. Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился и отступил в недоумении. А потом начал лаять. Какой смешной пудель. Догоняли. Догоняли. Миланка. Барышни. Барышни. Догоняли. Барышни. Барышни, соберитесь. Итак, здравствуйте, барышни. Извольте получить результаты упражнений по русскому языку. Так, сейчас я зачитаю. Так, барышни. Начнем. Вы писали пять примеров на сочетание предложений. Вот, например, Кочкина. Кочкина, будьте добры. Так, Кочкина пишет, недавно Россия. Кочкина, как пишется слово Россия? Ну-ну, Кочкина. Вы уже написали. С большой буквы. Правильно. Ну вот вам подсказывают, Кочкина, что с двумя буквами С пишется. Правильно. А вы пишите со мной, Кочкина. Не стыдно вам, а? Ладно, продолжаем. Это еще не конец, Кочкина. Вы пишите, недавно Россия воевала с заграницей. Кочкина, как пишется слово «заграница». Тоже с большой буквы. Кочкина, ох, Кочкина. Вам подсказывает, с маленькой буквы пишется. Ладно, продолжаем, Кочкина, это еще не конец. Недавно Россия воевала с заграницей, причем много было убито турков. Кочкина, Кочкина, становитесь на место, Кочкина. Продолжаем. Так, кто у нас идет дальше по списку? Иванова вторая. Будьте добры. Иванова. Иванова пишет. Железная дорога шипит, везет людей и сделана из железа и материала. Не знаю, что вам сказать, Иванова. Становитесь на место, Иванова. Продолжаем. Оп, здесь очень интересно. Внимание, барышни. Говядина делается из быков и коров. Баранина из овечек и баранчиков. Кто это у нас? Ну, конечно, пальцы. Будьте добры, пальцы. Можете не выходить. Спасибо большое, пальцы. Продолжаем. Тоже интересно. Папу обошли на службе и не дали ему ордена. А он рассердился и вышел в отставку по домашним обстоятельствам. Кто это вообще написал? Это Польщиково написал? А Польщиково отсутствует. Нет, сегодня нет, по уважительной причине. Видимо, по домашним обстоятельствам. Да. Ой, ладно. Далее, примеры на согласование слов. Читаю. Мужики живут на даче зиму и лето. Бьют лошадей. Но ужасно они чисты, потому что закапаны дегтем и не нанимают горничных и швейцаров. Вы бы еще Почкина написали, что они не покупают квартиры в центре по 50 метров. Медан. Медан, Селянс. Медан, Селянс. Медан. Ну что? Медан. Проверим, насколько вы усвоили упражнение. Классная дама. Готовы? Прошу. Упражнение «Кутетка». Готовы? Итак. Готовы все. Глазки вверх. Глазки вниз. Глазки вверх. Класс помогаем. Глазки вниз. Глазки вправо вверх. Глазки вверх. Глазки влево вниз. Иванова. Иванова. Ну что вы? Ну что вы? Вот обратите внимание. Проеванкируйте, пожалуйста. Глазки вверх. Глазки вниз. Сюда, Иванова, смотрите. Глазки вверх. Вправо вниз. Влево. Вверх. Право вниз. Великолепно. Вот. Вот. Иванова. Следующее упражнение будем считать. Упражнение променад. Ручеем готовы? Итак, начинаем. Упражнение ручеем. Итак. Пожалуйста. Просим, просим. Все. Просим. 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 Иванова 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 Выбираете пару Пару, пару. Отлично. Ну что, мадам и бер, хочу сказать, что все мы с вами готовы на построенном доме. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо. Отлично, мадам и бер, благодарю вас за воспитание. Прибавка, прибавка, прибавочка. Вопрос о прибавке надо поднимать не напрямую, а как-то более дипломатически. Янка Ивановна. Янка Ивановна. Паренька, позже к вам. Здравствуйте, Паренька Ивановна. Приветствую вас, мистер Дыряев. Янка Ивановна. Вот смотрю я на вас и прошлое вспоминаю. Какие раньше красавицы были, а? Были, были, были. Что за красавицы? Обсосешь, а? А теперь что? А теперь ни одной нормальной женщины и нет. Нет. Все какие-то, прости господи, кильки и трясогуски. Нет, мистер Дыряев. Нет, мистер Дыряев. Нет. Не соглашусь с вами, мистер Дыряев. И сейчас. И сейчас много красивых женщин. Ну да. О, ну пола тебя. Ну где? Ну покажите мне где? Извольте, мистер Дыряев. Посмотрите. Такой взгляд. Мистер Дыряев. А посмотрите, какая стадь. Мистер Дыряев. Обратите внимание. Плечи. Мистер Дыряев. Мистер Дыряев. Мистер Дыряев. Красавица. Мистер Дыряев. Мистер Дыряев. поделитесь. Рожа на рожа. Кривуля на криволе. Да хотя бы взять наш класс старший. Да. Чего хотите, да? Так вот пенкой вам. Это же сливки нашего общества. Это же бутоны, так сказать. Да. Да. Восемнадцать их там штук? Девять. Да. Хоть бы одна хорошенькая. Ну, ну нет, мистер Дырявин, нет, не соглашусь с вами. Вот вы кого угодно спросите, кого угодно всякий скажет, что в моем выпускном классе много хорошеньких. Например. 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 Кочкин. 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 Кочкин, да. Например. Может быть. Может быть. Иванова. Иванова. Да. Иванова. Иванова. Да. Загляденье. Пальцева. Это же просто картинка. Мистер Дырявин. Я женщина. И то на нее заглядываю. Удивительно. Но ничего хорошего я не вижу. Мистер Дырявин, вы просто не всматривались в нее. Вот вы всмотритесь, а потом говорите. Не увидел ничего, уж извините. Но вы знаете, я вам могу точно сказать, что глаз отдыхает иной раз, когда встретишь лицо какой-нибудь пожилой там. Да, я вам искренне говорю. Ну, свежести и молодости, конечно, там не увидишь, но зато глаз отдыхает на правильных чертах. Вот что ваше. Правильность черт. Янка, Иванова. А у вашей этой Пальцевой. У нее не черты, а сметана. Кислятин. Мистер Дырявин. Позвать ко мне Пальцеву. Вы всмотритесь, мистер Дырявин, потом уже и говорите. Пальцева, продолжим. Упражнение прогулка, променад. В парке вы прогуливаетесь, Пальцева. С дырявином, мистер Дырявин, обратите внимание. Обратите внимание на глаза. Обратите внимание на нос. Пить лучшего носа в России не сыскать, мистер Дырявин. Пальцева, вы встретили в парке знакомого молодого человека. Смотрите, смотрите, смотрите. Сдать. В древности с нее бы писали боги и мистер Дырявин. Для моих семнадцать лет. Пальцева, вы встретили в парке пожилые дамы. Ну, плоха, мистер Дырявин. Вот мистер Дырявин жалуется мне, что вы невнимательны на уроках математики. И по алгебре отстает. Рассеяние вы вообще на уроках стыдно. Стыдно, Пальцева? Стыдно, как? Видеть? Глядился. Да. Ничего хорошего не вижу. Извините, бьянка, и вас. Нет. А знаете, мистер Дырявин, как они у меня танцуют. Это же одно движение руки, чего стоит, мистер Дырявин. Мистер Дырявин. Медам. Медам. Белый палец. Медам. Белый палец. Медам. Медам. О чем поговорим? Сmenzie, мистер Дырявин. В моем пансионе много хорошеньких. Вы знаете, бьянка, и Ванамов всматривав-зсматривался, но не вижу ничего хорошего. Извините, ничего? Не вижу хорошего, и все. Мистер Дырявин, вы не знаете, как они у меня читают? Пальцева, считайте. Цифра. Одним воздушным очертанием я так мила Весь бархат мой с его живым миганием Лишь два крыла Не спрашивая, откуда появилась Зачем дышу? Здесь на цветок я легкий пустилась И вот живу Я долго ли без цели, без мигания дышать могу Вот-вот я здесь на цветок легкий опустилась И улечу Ну как, мистер Дырявин, считайте еще пальцы вам Другами и сунгом Хочу уснуть Влаженный отдых обрести в постели Но только я вновь впускаюсь в путь В своих мечтах к одной и той же цели Мои мечты и чувства в сотый раз идут к тебе дорогой предыгрима И не смугая утомленных глаз Я вижу тьму, что не слепо, незримо Усердным взором сердца и ума во тьме тебя ищу лишенный свет Мне кажется великолепной тьмой, когда в нее ты входишь светлой тенью Нет рук и покоя не найти И днем и ночью я всегда в тьме Мистер Дырявин Да это невозможно, мистер Дырявин Отдай все и мало Роскошь, девочка Застрянешься Чуть, что на волю скоро выиграться И не нужны будет мне там Жузешки, где-то дырявин, болван, его алгебра Пройдет буквально месяц и забынет все Ей нужна жизнь, блеск, блеск Вот так немножко времени пройдет Встретишь ее новость Она только на остриале пошевелит И спасибо не скажет Хорошо хоть коляской и задавит Мелко Стыдно Стыдно Пальцева Стыдно В вашем возрасте уже другим примером давать не вести себя Я принужу наказать вас Если и впредь будут поступать жалобы от мистера Дырявина Принужу наказать вас, Пальцева Ну, хорошо, все же Ничего, хорошо, нет Мистер Дырявин Ну вы Нет, ну вы всмотрелись, мистер Дырявин Сматривался Это же просто великолепно Мистер Дырявин, нет Не соглашусь с вами, мистер Дырявин Не слушай, не слушай Этот сухой ремонтный корм Это лужа Лучше, чем все мы вместе взятые Ну, Бьянка, не нашел я ничего хорошего у ваших барышней, но вы это совсем другое дело Я искренне вам говорю Вы посмотрите на ваши черты лица Это же правильные черты, на них глаз отдыхает Посмотрите, посмотрите, какой у вас нос Что за нос, а? А на щечки, на щечки посмотрите Ну, это же прелесть, посмотрите Правда же, правда? А ушки, а ушки Прекрасно Прекрасно Нос отдыхает Я серьезно, искренне вам говорю Вы в самом деле так считаете? Конечно, я считаю Конечно, Бьянка Ивановна, ну что вы Мистер Дырявин, но может быть я и в самом деле еще ничего Мистер Дырявин, но может быть я и впрямь еще Так что делать? Танцуем, господа Оценина! Зато! Задыряем такие Получи свою прибавочку Да, давайте, давайте, давайте , давайте, давайте Суббочки, давайте АПЛОДИСМЕНТЫ Валентина Псёва 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 Да Вowej В разных ситуациях Итак, рассказ братьевский. У окна стояла молодая девушка, и задумчиво смотрела на грязную мостовую. Позади нее стоял молодой человек в чиновничьем весьмульдире. Он теребил свои усики и говорил, дрожащим голосом, обомнись, сестра. Плюнь ты на эту анафибу толстоворную кухню. Ну зачем тебе этот старец? Ну не позорь нашу бомбелью. Не могу убрать. Я ему слово дала. Ну ты же благородная, с образованием. Он ведь классный, мужик, хам. Вонючим классом, да тухлыми селедками торгуют, да? Ну, вот ты ему вчера рубль дала, а он сегодня нашу кухарку на педага посчитал. Жил и тянет с бедного народа, а? А где твои мечтания, а? Ты же не похожа. Нашего Митьку трехвостного любишь? О нем мечтаешь, а? И он тебя любит. Еще и вспыхнул. В подбородок девушки задрожал. Видно было, что братец попал в самую чувствительную церковь. И себя губишь, и мишку губишь. Запил, малая. Эх, сестра, сестра. Польстилась. На хамские сережечки, на браслетики. Про счеты находишь. За свинство. За хам, за невежество. Слушай, путем фамилии написать не умею. Это Дмитрий Неколаев. Слышишь? Не скотина, а? Стар, грубый, стиволапый. Ну, сделай такую милость. Погубь, братец. Ты слома дала. Ты бедность наша обратила. Скажу. Скажу, Колин, о том, что. Вот не хотел бахерить себя в твоем мнении, но скажу. Я про твою лобазника тайнула знаю. Такую тайну, что если ты удашься, раз, не могу. Ах, хай, хай, хай. Знаешь, в каком пакостном месте я однажды с ним встретил. Знаешь, а? Братец открыл бы ворот, чтобы спадать. А тут отворилась дверь. И в городу вошел парень. В поддевке. В грязных запахах. В больших кульковых руках. Он перекрестился и стал у двери. Кланились могли, Терентьевич. Берялись с воскресным днем поздравить. И вот это самое лично в руки. Братец топорился. Взял куляк. Заглядал у него. Все, да. Чепуха должна? Голова с сахаром какая-то. Подмаститься хочет? Нет, брат. Он так толпал в сахар. Взял с него толпа. Пощелкал по сахару пальцы. Сахару в любое вкус. Знаете, да? Пощелкал по сахару пальцы. Чей фабрика сахара? Бомбельского? Золота. Чай. Воняет чем-то. Изюм с сором. Сардины, помадка. Ни к селу, ни к городу. Подвесываешься, да? Нет, брат. С нами так не прокатит. А зачем этого цикорного кофе? Я кофе не пью. Кофе вредно пить. Да нигде. Пошутил я. Поступай как хочешь. И еще раз постукал по сахару пальцем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наши черные стихотворения Протворчества. А, да почему? Сейчас вспомним. Да, у нас состоялась недавая гостиная, где мы говорили о творчестве, о поэта. Вот, награждали победителей в конкурсе 365 дней в литературе. И там представляли стихи от творчества. И одно из декларений Саши Черного от творчества. Ну что ж, Саша Черного, переутомление. Я похож на родину. Я готов скрижетать. Проклинаю чернильницу и чернильницы. По плыбе, он с ватых масел. А тут пел, как капеца. Эх, все рифмы и страхи. До конца. До конца. Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда, но этим не был я спущен по ветру. рожал. Рожал фавиль, и слова, и рифмы к ним рожал. И в жизни радостных стихах, как жеребенок, ржал. Паралит спинного мозга. Прешь, не сдался, пень, не грим. Мозга, розга, пебель, стебель, юбка, кубка, день, тюлень. Рифму, рифму истекаю, кривни тему сам найду. Ногти, в дешинстве, гусаю, и в бессильном трансе ждут. Иссяк! Что будет с моей популярностью? Иссяк! Что будет с моим кошельком? Назовет меня пильский дешевый пизда. А вак с калошин разбитым горшком. Нет, не сдамся. Папа, мама, дрова, шапа, кровь, любовь, рама, рама, панорама, бровь, свекровь, морковь, носки. Вот такое свекровение саши. Талантливые писатели и талантливые жители нашего города Ивана. Я приглашаю к вам. Наш город настолько замечательный, настолько неповторимый, что я сроднился с ним с первого дня пребывания в этом. И до сих пор счастлив, что я здесь живу. удивительные люди, добрые, отзывчивые, понимающие, я вас люблю. Иван отзывчивые наши молодцы славы. Кто-то любит свою воскресенье, Кто-то жизнь за нее отдаст, Тех людей я боюсь, И ждем вас, мои поколения, Ищут не раз. А в Одессе кто-то поет, Возлюбив ее всем душом, А сейчас мое сердце песни ждет О Димето Гонро, родной, Знакомую мелодию. Вновь напоет листва, Сирень цветет, и вроде бы Жится голова средь запаха пьянящего, Хмельных ее дугов. Живешь по-настоящему, И дышится легко, Здесь каштаны цветут весной, И в садах утопает жизнь. О, на карте льду, И приметы такой, Здесь с природой дома сплялись. Я не стану искать ответ, Чем мой город красив, чем нет, Просто здесь у меня Много броженых лет, И остался на сердце слеп, И в тишине предутренней Трамвай за шелестей, И зелень пеклому трава На союзе искрит, И так же, как и век назад Мой город оживет. Не слышно так, неспешно так История идет, И так же, как и век назад Мой город оживет. Не слышно так, неспешно так История идет, История идет, Не слышно так, неспешно так История идет. Я думаю, что, если там что-то есть, Вот, то этот день был услышан Там, на греху. И поэтому, я благодарен вам Всем за то, что вы сегодня вернулись. Елизавета, мы вручим книгу. Прошу вас. У нас есть подарок нашим гостям От библиотеки. Садяна Викторовна. Да. Вполне возможно сказать, Что мы второй форте Нужны больше греховской Средней школы. Это же не место Слобода Броденова И Светаевского района. Там, где родился Александр Павлович Чехов. Как раз Год Рыбской войны. 1875. И замечу, что Больших лидерцев, Этузиаст Татьяна Викторовна. Она приятно директор школы. Плакочит. И уже разработан проект. И даже вы видели юст Александра Павловича. Хотя бы не конечить его память. Стеллы либо юста. Так что призыв договоровства Можно поддержать. Так или иначе. Это самый Исвестный проживец. Александр Павлович. Это не только брат Антона Павлович. Он сам по себе Еще в эмоциональное время Попал на страницы Журнал. Энциклопедий. Он мемуарист, писатель. Мемуарист. 12 воспоминаний о городе Геодного. Он автор сборников. И вообще универсальный человек. Станет серебряной медалью. А вручат на городскую гимназь. Но это небольшое Отступление. Мы уже подразимся Дарьку. Библиотипы. Школы. Книги. Это не первая книга. Музыка. И посадки. Тогда вам придерживайтесь. Пожалуйста. Татьяна Викторовна приезжала Субтитры. И написала отзывы. Я поддержала небольшим степеньем. Это для детей. Для школы. На память. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Счастья, что приехали. Спасибо. Спасибо. Участвовать в этом чудесном Дне памяти. И надеемся вас увидеть в Большейкинской школе в гостях. И в Шерахте праздновать день рождения. Антона Павлович Чехова 29 января 2020 года. Поэтому милости просим. Нам в гости. Всегда рады. Спасибо. Я думаю, что на этом мы закончим. Спасибо вам, гости дорогие. Спасибо.